Семейная библиотека, например, есть люди, которые уже давно, годами ее собирают. Кто-то, может быть, сейчас собирает, переводит от родителей, от бабушек. И на самом деле, мне кажется, что здесь тоже надо подходить со знанием, с пониманием, как расставить книги, как за ними ухаживать. К нам сейчас присоединится еще один собеседник. У нас на связи Дмитрий Харьковой, букинист, писатель, создатель вот такого канала о книгах в Ютьюбе. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Анатольевич, вот расскажите, пожалуйста, вот можно сказать, что вопрос личный. Когда перевозишь собрания сочинений из разных коллекций, допустим, да, как их правильно расставить на полках? Здесь должен какой-то учитываться, там, я не знаю, принцип временной. Ну, например, на этой полке у нас 18-й век, на этот, там, 19-й, здесь у нас, или по-жанрово, здесь фантастика, здесь у нас, там, я не знаю, художественная литература другого там рода, или как, или там, здесь Франция, здесь Германия. Как поступить? Расскажите. Вы знаете, здесь, я считаю, ну, абсолютно личные какие-то преференции вот здесь. Если я, когда работал, например, у меня свой путинист-магазин, то я, соответственно, расправлял по жанрам. Это касалось, например, той же самой, отдельно у меня была детская литература, которую я, опять же, всю классифицировал. Отдельно у меня стояла фантастика, опять же, разделенная, например, там, на классическую фантастику, зарубежную фантастику, российскую фантастику. Советскую фантастику. Детектив, опять же, классический детектив, российский детектив и так далее. А классику я разделял по странам. То есть, вот лично я вот это поступал, потому что так мне было удобней, скажем так, при большом очень объеме, который, например, в магазине-то, это десятки тысяч книг. Что касается домашней библиотеки, в принципе, примерно такие же разделения, я думаю, у каждого тоже есть. Скажите... Как проще и сказать. А вы как-то отмечаете, что эта книга именно ваша, из вашей библиотеки? На каких страницах? Я понял. Лично я нет. То есть, мне постоянно встречаются и экслибрисы, то есть, люди заказывают специальные печати, иногда они очень высокохудожественно сделаны, то есть, это отдельный вид искусства, на которых указывается, например, эта книга из библиотеки такого-то такого. Кто-то подписывает это. Лично, рукой. Ну, это сложно сделать, если большая библиотека, несколько тысяч единиц как нехранения, как сказать, в домашней библиотеке нехранения, чтения. Это же вопрос любви. Любви, да. Если ты любишь, ты каждую подпишешь. Ну, а если на нескольких страницах, на пятой и на семнадцатой? А это вопрос объема любви. Вот так, хорошо. Да, да, Дмитрий Анатольевич, слышим вас. Это просто полезно. Вот я так считаю. А где изготовить экслибрис? И как его, кто этим занимается? Ну, понятно. В принципе, я бы, если бы этим занимался, обратился, конечно, к профессиональному художнику Гравилову. Если такой, ну, по всякому случаю, есть недалеко от вас. В принципе, сейчас интернет, пожалуйста, можно заказывать кто угодно. То есть я, вот мне, мои зрители моего канала присылали опросцы экслибрисов, которые делали профессиональные художники. Они, кстати, участвуют с этими экслибрисами на международных выставках. В общем, сделано все очень профессионально и интересно. То есть вот такой ход, в принципе, достаточно много. Это очень серьезный такой подход. Прошу прощения, не сориентируйте, сколько может стоить такая работа с профессионалом, естественно? Ну, абсолютно все индивидуально. Человек вам может сделать и бесплатно, если, например, вы с ним в хороших отношениях. Или он посчитает, что таким образом художник как бы самовыразится. Это тоже интересно. Ну, за символическое было. Ну, вот я так. Здесь договорной, как и все сейчас, как, в принципе, и цена на книги тоже, как мы знаем, она договорной. Дмитрий Анатольевич, скажите, а как ухаживать за домашней библиотекой? Вот мы исходим из того, что у человека библиотека большая. Вот, знаете, так вот, полки такие масштабные, может быть, несколько комнаток. Кто-то называет это, я, прошу прощения, никого не хочу видеть, но это же пылесборники, там же пыль постоянно копится. Вот расскажите, чтобы это не было вот таким пылесборником, как ухаживать за книгами, за семейной библиотекой домашней? Самое простое, во-первых, ну, это ухаживать, это значит протирать от пыли. Книги не должны попадать прямым солнечным светом, чтобы на них попадал. То есть от солнечного света выгорает обложка, тоже как бы ухудшает их. Что еще обращать внимание? Мы понимаем, что мы не можем создать дома условия, например, библиотеки имени Ленина или там библиотеки Ватикана, где определенные там влажности и так далее. Посмотрите еще по климату, смотрите, если у вас там сухой климат, как, например, у нас, то желательно, конечно, соблюдать какой-то режим влажности. У нас, например, в нашем регионе очень жаркие, сухие лета. Соответственно, ну, как-то поддерживать или кондиционером включать влажность. Я даже самыми простыми вещами занимался. Я ставил, например, тазик с водой, чтобы вода испарялась, хотя бы немножко вот эта влажность попадала на клим. И наоборот, если вы во влажном климате или у вас влажное помещение, здесь такая, скажем, опасность возникновения того же грибка или плесени на обложке, на бумаге, с которыми, кстати, придется бороться. В принципе, это достаточно просто, то есть пользуются, например, обеззараживающие вещества. Опять же, здесь смотреть на обложку. С картоном вы, например, можете, ну, простым перекисью водорода, хлоргексидином обработать, а уже с калинкором, например, то есть с тканевой обложкой или с кожаной, там уже другие вещи. То есть здесь смотреть все индивидуально. Очень приятно. Очень нужно, вот тоже. Ну и, конечно, еще при возможности, чтобы запахи не попадали на книги. Вот у меня очень часто попадаются книги курильщиков. Когда человек курит, никотин начинает впитываться в бумагу. И получается, мало того, что они пахнут, еще на обложке образуется вот этот желтоватый налет. Он удаляет. Но, опять же, это тоже как бы не очень все приятно. Но это не очень-то дополнительное такое механическое воздействие на книгу, да? Соответственно, когда вы ее чистите, этот налет можно убрать. Но это, в общем, зачем это воздействие? А еще, слушайте, а я почему-то сразу подумала о кулинарных книгах, которые где-нибудь там рядом с кухней или на кухне хранятся. Они тоже, в общем, меняют свой внешний облик. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, вы сказали слово «букинист». Это означает ли это, что в вашем собрании исключительно книги с историей? И к новым изданиям вы не подступаетесь и не пополняете собрания? В основном я для себя лично подбираю, естественно, вещи, советские издания. То есть я их считаю наиболее качественными. Такого, как было в Советском Союзе, скажем, масштаба и качества книгоиздания не было за всю историю человечества. И, возможно, еще не будет то, что не печаталось в Советском Союзе. Приходится, естественно, покупать уже новые вещи. Ну, тут уже что-то. Спасибо большое, Дмитрий Хриковой, букинист, писатель, создатель канала «О книгах» был у нас на связи. Спасибо большое, было очень интересно вас слушать и пообщаться. У нас есть звонок, давайте послушаем нашу зрительницу Светлану из какого региона? Из Пскова. Да, Псков. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я начала собирать книги в 64-м году, вступила в институт Литфак.